Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Итоги дня в сегодняшнем выпуске Вести и вот о чем рассказ. В Карачаево-Черкесии ликвидированы пятеро нападавших на полицейских. Возбуждено уголовное дело за постигательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. День российского парламентаризма. Около ста жителей Карачаева-Черкесии, представителей разных профессий, наградили в парламенте республики. Сохранить память о подвиге эколого-патриотическая акция «Сад памяти» объединила почти сотни тысяч небезразличных жителей России и дружественных государств. Личный бренд наставника Международный форум собрал в черкесской предпринимателей. Спикеры поделились своими знаниями и опытом. И начинаем выпуск чрезвычайного происшествия, которое произошло сегодня ночью в Карачаево-Черкесии. В поселке Мара-Ягы совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции, в результате которого погибли двое, четверо ранены. Следственным отделом по Карачаевску возбуждено уголовное дело за постигательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконное ношение и хранение оружия и боеприпасов. Хронология событий в сюжете корреспондента Артура Мхце. Поздней воскресной ночью именно эти звуки напугали несколько десятков жителей маленького поселка Мара-Ягы, относящегося к Карачаевскому городскому округу республики. Сперва один взрыв, потом стрельба, снова взрыв. Все это сильно походило на события, развернувшиеся неподалеку всего неделю назад. Напомним, что 22 апреля в результате вооруженного нападения на наряд патрульных погибли два полицейских. Еще один был тяжело ранен. В тот раз задержать злоумышленников не удалось, а стражи порядка были переведены на усиленный режим несения службы. И вот новое ЧП. Мы находимся недалеко от места, где в ночь на понедельник было совершено вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. По данным следствия, автомобиль ВАЗ-2109 подъехал к временному посту ДПС. Из салона в сторону полицейских бросили взрывное устройство, открыли стрельбу. Далее завязалась перестрелка. В какой-то момент на одном из нападавших сработало взрывное устройство. Как нам рассказали жители поселка, они на протяжении нескольких часов слышали перестрелку и взрывы. Дома были, в комнате слышно было. В комнатах были? Да. Взрыв слышали, автоматные очереди. Она не до них была, даже под ноги такие страшные эти дали. Стеньки вот так вышли. А так страшно было выйти. В результате ночной атаки на полицейских уничтожены пятеро нападавших. Все они с высокой долей вероятности могут быть причастны к трагическим событиям недельной давности. Увы, стражи порядка не обошлись без потерь. Погибли два сотрудника полиции. Еще четверых с ранениями различной степени тяжести доставили в больницу Карачаевска. Следственным отделом по городу Карачаевску регионального следственного управления по Карачаево-Черкесской республике возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции, а также незаконное хранение и ношение оружия и боеприпасов к нему. По уголовному делу следователями и криминалистами следственного управления осуществлен выездное место происшествия, производится его осмотр и занимаются предметы, имеющие доказательства излечения по уголовному делу. В больнице врачи нам рассказали о том, в каком состоянии к ним поступили раненые полицейские. Состояние двоих из них оценивалось как средней степени тяжести, с повреждением в основном мягких тканей и конечностей. Состояние одного оценивалось как крайне тяжелое. Все трое были незамедлительно подняты в операционный блок, где хирургическая бригада была им оказана абсолютно вся нужная помощь. Чуть позже двоих пострадавших перевезли в республиканскую клиническую больницу. Состояние еще одного медики по-прежнему оценивают как крайне тяжелое. Поэтому на данный момент его транспортировка в Черкесск невозможна. Также стало известно, что глава Карачаева-Черкесии подписал указ о выделении семьям погибших и пострадавших сотрудников правоохранительных органов единовременной материальной помощи. Артур Макселек Малхожев, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевский городской округ. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов выразил соболезнования семьям сотрудников полиции, погибших в результате вооруженного нападения. Они погибли с честью, выполняя свой профессиональный долг, защищая мирных жителей от опасных преступников, которые были ликвидированы. Еще четверо сотрудников правоохранительных органов сейчас находятся в лечебных учреждениях. Желаю всем скорейшего выздоровления. Министру здравоохранения республики даны поручения лично контролировать ситуацию. Семьям погибших и раненых сотрудников будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, говорится в телеграм-канале Рашида Тимрезова. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло сегодня. В Прикубанском районе. По предварительной информации, причина автоаварии – сильное задымление в поле. Смог распространился на трассу и создал нулевую видимость. По этой причине в районе поселка Мичурнинский образовалась пробка длиной около километра из-за трудного движения. Пострадавших нет. Были приняты все необходимые меры. По тушению травы видимость восстановлена. Около ста жителей Карачаева-Черкесии наградили в парламенте республики в преддверии Дня российского парламентаризма. Председатель Народного собрания Александр Иванов поздравил всех праздником. Отметил, что День парламентаризма касается не только причастных к законотворческой работе, но также избирателей, отдавших свои голоса за народных избранников, которые работают во благо региона. Спикер пожелал еще больших успехов виновникам торжества, процветания Карачаева-Черкесии и России. В том числе награжденных представителей десятков профессий и отраслей. Это воспитатели детских садов, учителя и директора, школ, бухгалтеры, инженеры, энергетики, предприниматели, специалисты организаций, ведомств, работники районных домов культуры, участковые, медицинские сестры и врачи, журналисты, представители научно-исследовательских организаций, общественники, экономисты, юристы, волонтеры, представители избирательных участковых комиссий и другие. Распоряжением главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие законодательства и парламентаризма республики в связи с 70-летием со дня рождения почетной грамотой были награждены депутаты Роза Чучаева и Сергей Лосков. Еще одной высокой награды благодарности председателя Совета Федерации России Валентины Матвенко были удостоены Игорь Гонов и Олеся Дышекова. Я хочу пожелать всем присутствующим хорошего настроения сегодня, всем нам мирного неба, чтобы республика наша процветала и чтобы вы продолжали достойно украшать нашу республику своими делами. И очень приятно сегодня видеть полный зал людей, которые на самом деле заслуживают эти высокие награды. Сейчас прогноз погоды, а после мы расскажем о патриотической акции «Сад памяти» в международном форуме «Личный бренд наставника». В Карачаево-Черкесии дождь и гроза, в отдельных районах сильный, ветер восточный, 5-10 метров в секунду, ночью будут порывы до 12-15. Температура воздуха ночью 6-8, в горах до плюс 7, днем 16-18 градусов тепла и местами до плюс 15. В Черкесии дождь и гроза, ветер восточный, 5-10 метров в секунду, ночью будут порывы до 15. Температура воздуха ночью 9-11, днем 14-16 градусов тепла. Не только сказать нашим предкам спасибо, но и сохранить память об их подвиге в веках. Пятая ежегодная эколого-патриотическая акция «Сад памяти» объединила сотни тысяч небезразличных жителей России и дружественных государств. Как прошла акция в Карачаево-Черкесии и сколько зеленых красавиц посетили в этот раз? Все подробности, все репортажи Аллы Динаевой. Семьями и коллективами со всей республики собираются на Зеленый остров города Карачаевска жители, желающие участвовать в важном историческом и экологическом мероприятии. Это великая акция, дающая возможность не только сказать спасибо героям, но и увековечить их подвиг, сохранить память на веках. Это связь времен и народов, память, которую мы должны хранить и передавать потомкам. Минутой молчания собравшиеся почтили память солдат, погибших во время Великой Отечественной войны и специальной операции. За солдата одно дерево, 27 миллионов саженцев в память о каждом погибшем советском человеке в годы Великой Отечественной войны и в честь героев спецоперации ежегодно сажают в рамках международной акции сад памяти, которая проходит уже в пятый раз. Министр природных ресурсов и экологии республики Диана Качкарова поприветствовала участников акции, пожелала хорошего настроения, чтобы все деревья прижились. Саженцы и лунки готовы. Взяв перчатки и инвентарь, собравшиеся, приступили к работе. Приехали частью своего большого коллектива во главе с нашим управляющим Зором Муратовичем Джазовым. Принимают участие сотрудники разных подразделений, сотрудники нашей службы безопасности и сотрудники тех, кто обслуживает непосредственно физическое население. Спасибо огромное Министерству природных ресурсов Карачао-Черкесии, что пригласили нас поучаствовать в данном мероприятии. Уверен, что данный район города зацветет. Все саженцы, которые были посажены сегодня, примутся. 150 елей в Карачаевске, а всего по республике в рамках акции «Сад памяти» посадили 9300 деревьев. Наш отряд – это лесные волчата. Мы уже приехали сюда, участвуем в этом второй раз. Посадили уже деревца? Да, посадили, где-то 3-4. Мы на самом деле потрудились на славу. У нас в количестве 5 человек с Карачао-Черкесского государства университета волонтеров. Мы посадили порядка 10-15 саженцев. После посадки деревьев сотрудники Минприроды решили провести субботник вдоль реки Кубань. Спасибо большое всем участникам. Очень отрадно, что огромное количество общественных движений, волонтеров, организаций, государственных органов, органов местного самоправления активно принимают участие в этом мероприятии и помогают нам для того, чтобы мы воспроизводили лес, благоустраивали территорию, для того, чтобы мы украшали Карачаево-Черкесскую республику. Пятая ежегодная эколого-патриотическая акция «Сад памяти» в России стартовала в марте, а завершится она в июне в парке «Победы» на Поклонной горе в Москве. Аладинаева Олег Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Личный бренд наставника. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» провела международный форум в Черкесске. В начале мероприятия с приветственным словом к предпринимателям республики обратилась директор центра «Мой бизнес» Карачаева-Черкесии Двиана Хубеева. Организаторы форума рассказали бизнесменам о значимости и роли наставника. Одним из ключевых моментов форума был онлайн-телемост «Международное сотрудничество в наставничестве» с участием стран-партнеров, таких как Китай, Иран и Казахстан. На оффлайн-выступлениях спикеры поделились своими знаниями и опытом по таким темам, как продвижение личного бренда, реальные результаты наставничества. Данный форум предоставил участникам возможность приобрести новый опыт, поделиться знаниями не только в рамках одного государства, но и на международном уровне. Сегодня в так быстро меняющемся мире, когда новые технологии и подходы появляются каждый день, наставничество является неотъемлемой частью для профессионального роста и самореализации. Кроме того, в последнее время роль наставничества играет большую роль в увеличении субъектов малого и среднего предпринимательства, а также продолжительности их жизни. Если говорить о наставничестве, это относительно новое направление в нашей республике, поэтому посредством этого мероприятия мы надеемся им рассказать, почему это так важно, чтобы они узнали, увидели, использовали этот инструмент для развития своего бизнеса и личностного роста. Сотрудники Росгвардии Карачева-Черкесии присоединились ко всероссийской акции «Диктант Победы». Более 50 человек из числа сотрудников военнослужащих Управления Росгвардии по республике, а также участников военно-патриотического движения «Гвардейская смена» написали диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Перед началом диктанта заместитель начальника управления по военно-патриотической работе Росгвардии Виталий Павеллица напомнил участникам о значимости и символичности данной патриотической акции, посвященной событиям Великой Отечественной войны. Росгвардейцы ежегодно принимают участие, и для них это уникальная возможность почувствовать свою сопричастность к наследию победы. Из спортивной вести в Черкесске состоялся футбольный матч между футбольными клубами «Севастополь» и «Нарт». В боевом настроении ребята четко выполняют указания тренерского штаба, оставаясь собранными и сосредоточенными на победе. Эта первая домашняя игра при своих зрителях отмечает главный тренер футбольного клуба «Нарт» Алексей Жданов. Но, увы, удача на этот раз была на стороне севастопольцев. Игра закончилась со счетом 2-1 в их пользу. Гол ворота соперников забил Альбет Курачинов. Напомню, в прошлом сезоне футбольный клуб «Нарт» из Карачаева-Черкесии за первый после возрождения сезон завоевал три кубка в третьем дивизионе зоны ЮФО-СКФО. Так «Нартовцы» стали вторыми в своей лиге среди 86 команд из 9 регионов России. А лучшими игроками клуба признаны Азамат Курачинов и Вадим Абедоков. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите премьеру фильма «Любовь преодолеет все». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!